Продолжение следует... В студии его комментируют, ну потому что всем интересно, всем охота посмотреть на короля Доты под номером 1, на Япица. Но король умер, да здравствует новый король. Пока что новым королем был... Кто был? Усук, наверное, был. В принципе, на SF он неплохо отыграл в прошлой игре. Ну там вся команда хорошо играла. И тот же Бобока на линии. И, возможно, он на ней же будет играть в этой игре, на этой карте. Так что все было, в принципе, у Скудери хорошо. Чего нельзя сказать о Тим Фантуан, поскольку проблемы были у них постоянно. И решают они играть с Андайангом вновь. Ну можно и Брисцелбека все-таки взять, если уж так хочется Япица на Брисцелбеке сыграть. Но Япица известен в основном, конечно, благодаря своей игре на этом персонаже, на SF. И там есть его куча роликов, нарезок там, с тем, как он убивает и так далее, и так далее. Ну, во-первых, на SF ему тоже никто не даст сыграть, потому что его забанили. Во-вторых, в современной доте нужно быть разносторонним. Ну, не то чтобы максимально прям разносторонним, но иметь в своем активе хотя бы 10 персонажей. Ну, 5-10 где-то так. Ну, в основном там обычно как-то у всех есть 3-4 персонажа, но потом мета меняется и персонажи тоже меняются. И поскольку игроки довольно длительное время играют, то они уже наработали пул героев. Вот, и в принципе тут же Дэнди может сыграть там одновременно хорошо и на Инвокере, и на Шторме, и на Магнусе. И там, хо-хо-хо, Бэтрайдер, да неужели? Бэтрайдер. Сравнивали мы Бэтрайдера и Виверну сегодня утром. Вот, и пришли к выводу, что во многом отсутствие Бэтрайдера объясняется появлением Виверн, ну, в какой-то степени. Потому что есть такой же хороший дизейбл, как у Бэтрайдера, но Бэтрайдер в отличие... Ну, то есть Виверна тоже может там полетать, а полет иногда нужен не просто для того... Ну, то есть полет... У Бэтрайдера очень длинный полет, да, там 30 секунд он на фаерфлайе может нарезать. Но в основном, особенно в сражениях, полет так долго не нужен. То есть вы можете взлететь буквально там несколько секунд, преодолеть какое-то расстояние, кого-то затащить, притащить, этого достаточно. Буквально там считанные секунды. Вот. Плюс, Виверна, есть хороший подсейв. У Бэтрайдера же никаких подсейвов нет, у него все на атаку. Ну, с другой стороны, у Бэтрайдера вот этот вот есть напалма, мазута, которому он обливает персонажа. Ну, посмотрим, что они сделают. Посмотрим, посмотрим. Бэтрайдер, верно, есть. У Скудери пущий разор. Ну... Да, можно его поставить против ДК, ставить в центре. Да, ДК будет неприятно. Ну, опять же, стаки, стаки, стаки. Стаки наше все, ботл наше все. То есть кулдаун здесь вот на Брэйсфайер 12 секунд. То есть в какой-то момент Драгонайт может пропасть с линии, заформить там этот вот трипл-квадрипл стак. Если он будет, соответственно, сразу же поднять где-то полтора там левела, сравняться по левелу с разором и по натворцу в том числе. То есть теперь стоять на центре не так сложно в плане контроля крипов, в плане динайть, убивать. То есть если вы проигрываете 20 крипов, допустим, какому-нибудь Дэнди, то вы можете спокойно пойти в леса и там эти 20 крипов добрать и сравняться с Дэнди. И вот, потом за счет того, что у вас там какие-то, ну, грубо говоря, ну там у него шторм, да, условно, а у вас пак просто прилететь, поставить Дримкоил, Саленс и убить шторма. И все, и Дэнди такой, в ТФ, что случилось. Он, с другой стороны, Дэнди тоже сам может сделать, пойти поформить и с аршидом вашего пака развалить. Ну, да ладно, это все полемика. В данном случае Разор против Драгонайта. Ну, хотя еще неизвестно, против Драгонайта или против не Драгонайта. Ух ты, Угрмак. Ну, все неплохо, все неплохо. Кстати, вы заметили, что Скудерия банит одних мидеров? Квопа, СФ, Темпларка, Инвокер. Ну, после появления Разора, может быть, они забанят что-то другое, но тут еще непонятно. Разор, он может быть и как персонаж для, ну, то есть фармящий может быть. А в таком случае, в таком случае надо попробовать забанить какую-то луну. Ну, но не совсем я уверен там, насколько там готовы играть Тим Фантуан с луну или с каким-то другим. Ну, то есть вариантов, в принципе, масса, но вот из таких, которые традиционные, например, Герокоптер в бане. Ну, то есть можно Джиггернау это попробовать вспомнить. Лайфстиллер выбирает, чтобы защититься на всякий пожарный случай от инфестбомбы. Это, в принципе, логичное очень даже решение. Дидеру стоит. Ну, вот так вот, имба-спирит. Имба-спирит и Разор тогда все-таки будет фармящий. Ну, что ж, упрощается история с драгонатом. Ему не так уж сложно будет стоять, высасывать. Ну, хотя нет, все-таки они могут и фармящего спирита поставить. То есть тут уж как выгоднее, как DDR решит, как лучше все-таки либо... Ну, давайте рассмотрим преимущества. То есть Разор может лишать драгонайта дэмэджа и, соответственно, не давать ему добивать крипов. Но, опять же, драгонайт все равно будет добивать крипов своим первым скиллом. Брэсфайр. То же самое касается и имба-спирита. То есть он может тоже там не давать драгонайту фармить. Вот пытаться... Но, с другой стороны, он более плотнее, чем Разора. Ну, потому что флеймгвард, да, он будет как-то подключать часть урона от Брэсфайра. С другой стороны, у спирита есть возможность как-то зацепить драгонайта. То есть в плане дизейбла он посильнее смотрится. Так что... С этой точки зрения лучше спирита поставить центр. Это вивер. Это вивер. Ну, это очень круто, потому что вивера остановить вообще нечем. Ну, хотя как лассо и... Ну, а если тут линка, тогда нужны форстафы. Ну, бетрейдеры вроде бы должны тогда форстаф собирать. Ну, в общем, с вивером сложно справиться. Такой бы тоже неуязвимый чувак, как и спирит. Будут они вдвоем наводить шороха в рядах противника. И что самое главное, если, допустим, разор присосется к виверу, то вивер, благодаря шугучам, может очень быстро убежать и разорвать вот этот вот тизер, разорвать, кстати, клинк. Неплохо придумано. Плюс, конечно же, вивера. Ну, помните, в прошлой игре они клинкса взяли такого мощного, быстрого инвизера? В этот раз они взяли такого же инвизера. Ну, немножко такого да не такого, да? То есть виверок. Где ты? Ну, вы видите, насколько хороши сервера. Все рывками. Ну, и вот, наконец-то, теперь все более-менее налаживается. Япицца. Ух ты, у него копье. Красавица Лина. И драгонайт. Как практически ритиарий. Ну, не ритиарий, потому что сетки у него нет, но... И трезубцы. Ну, вообще не ритиарий. Ладно, я понял. Я понял. Так, 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 так. У нас здесь шарды. Ой-ой, закрыли шардами. Япицца. Опять же Япиц страдает. Япиц. Пока что и вейдет. Ну, похоже, это ферстблат. Да, Лина там еще дает стан. Погоня. Азамбак там с дикий. Ох, у него дикий. Там 1100 хп. Ну, конечно, по всем там надавал. Практически по два на каждом. Ну, лагала, лагала дота. Не получилось красиво показать, но... Ну, что ж. Да, там некоторые говорят, что лагает микрофон. Но если вы смотрите через Dota TV, то, возможно, так и есть. Поэтому заходите на стрим. На стриме задержка 5 минут очень неудобна. Нужно поделать. Где пинг? Нет. Вот только сейчас показали пинг. 4% потеря пакетов. 404 миллисекунды. Ну, вроде неплохо, но выглядит это все ужасно. Так, вот тут вообще ничего не видно. Дал там линк. А, нет, не давал линк. Ну, летел там Игнат. Сейчас линк. Ничего не отображается. Да, может быть, мы как-то попробуем переподключиться. Давайте попробуем вернуться в игру. Возможно, это поможет. Ну, пока только начало. Мы там даже, если что-то пропускаем, то немного. Но хочется вот более как-то качественно смотреть. Так, так. Кто здесь? Здесь близко парни. Посмотрим мы по крипам. В шугучах товарищ Летайна против двоих. Ну, там активно смазывает Инжилай напалмом. Вроде бы окружили Вивера, но там есть Игнат, Огром. И будет он танковать с собой. Давать возможность Виверу, если что, уйти в шугучи. Смотрите, сейчас он на развороте-то Инжилай попробует. Нет, не попробует. Огр там отпевается. Надо сбить ему. Да, сбивают ему. Реген. А здесь же должна быть какая-то охота на Япица. Ну, вот. А, Сноубола нет пока что. Поэтому Япиц чувствует себя в большей безопасности, чем мог бы. Ну, у него фисты там на единичку прокачаны на первом левеле. Он их брал для того, чтобы пытаться пожить и выйти какой-то дэмэдж. Хм, забавный Драгонайт. Ну, неплохое на самом деле. Красивое копьяцо такое. Так, здесь топорик прилетел. Забавно. Ну, топорик прилетел, а улетел Боттл. Руна ускорения для Спирита. Но теперь его точно никто не словит здесь вот из этих двоих. Однако парни левел уже поднакопили. И теперь могут через 4 скилла и забрать. Так, погоня за QD, но Драгонайт вместе с Агром забирают Разора. Окей. Окей. Разор, конечно, имеет значительное преимущество над Драгонайтом. Но пока Разор будет где-то там сидеть в таверне, Драгонайт попробует сократить это отставание. Плюс, опять же, не забываем о стаках, которых нет. Ну, потом, потом, потом. Хотя этого потом может и не наступить. Так вот, взлетает. Вот видите, по сути, буквально 3 секунды надо, или там секунды, чтобы просто улететь отсюда. Вот и все. То есть та же Виверна могла бы спокойно так сделать. Ну, конечно, там у каждого свои плюсы и минусы. Без этого никуда не бывает какого-то универсального ответа на все вопросы. Ну, иногда они находятся, но потом их быстро фиксят. Давайте так скажем. То есть какие-то имбы все равно всплывают, как тот же Лешрак до недавнего времени, как та же Банша. Но потом их изменяют. Хотя Банша сейчас тоже может появиться, потому что с Акторином у нее ультимейт, ну, прям даже лучше становится, чем был раньше. Даже лучше. Ну, пока на Япица забили, пока никаких активных действий нет. Какие-то одинокие фраги, вылазки. Ну, так что прям разменов нет. Ну, видимо, это все сказывается отсутствием каких-то хороших годных рун. Ну, и желание кого-то убивать. Ну, потому что вот здесь вот, например, того же Япица можно хотя бы пробовать Хараси. Да, у него там есть Фисты, там есть у него Флэйм Гвард. Но надо пробовать. Если не будете пробовать, так ничего и не будет происходить. Но, может быть, хотят какую-то другую цель. Верну, например, подзабрать. А вот с невидимостью Таска очень даже может прямо в лицо вкатиться. Так, Виверна взлетает на Бабоку. Бабок, она достану под себя. Да, давай, дает стан. Зайвейдил стан. Хорош, Япица. Ну, как только саппорт отошел за руной, второй саппорт был убит. Здесь тычкуется Анданг с Вивером. Но подошел Огрик. И можно попробовать как-то еще посражаться. Давай, стан. Есть стан. Есть Игнает. Зомби просто стыпа вот сюда делать. Ну, по-другому он бы сюда не ушел. А он и так не уходит. Забирает его. Что ж. 4-1. Ну, Япиц там мастерски, конечно, все заявейдил. Просчитал тайминги. Однако, вот его закрывают шардами. Где сноу, 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 сноу бол. Лина должна давать. Нет, пока она что, драгонслейв дает. Там блокирует таск. Вот он хороший стан. Но там флэнгвард работает. Надо бы его сбить. Руками как-то добить Япица. Но нет. Он прожимает стики. И на развороте... На развороте ничего не происходит. Просто не пошли. Ну, тут мало было хп. И, в принципе, маны тоже маловато. И Виверна пока еще тоже не готова, видимо, вести. Прям уж очень активные драки. А вот эти парни готовы забирать чужих крипов и отводы. Ну, да. Почему бы и нет. Что ж, наконец-то Вивер узнал, что есть у противников тоже ТВРА. Добрался до них. Динает своих крипов под ТВРА. Это похвально. Это похвально. Разор 25 на 10. Но он погибал. Он погибал. Огр готов. Ну, смотри, сейчас минус разор. Стан. И второй стан. По таймингу как раз. И Игнает. Где Игнает? Игнает. Не вижу Игнаета. А, нет, мана Игнает. Ну, что ж такое-то Огрик? Как так? Я думал, уж все, уже конец. Не хватило мана на Игнает. И из-за этого разор выжил. А здесь погоня за XXS. Но надо сноубол. Да, сноубол. Бэтрайдер прилетел. Но это минус. Таск, естественно. Просто он сгорел. От флеймгварда. Спирита. Ну, то, что они убили разор, это как раз плохо. Хотя бы можно было посчитать это как размен один в один. Но никаких разменов сейчас это не считается. Хотя Огр, опять же, ну, не хватает на Игнает у него. Надо 180 маны. Какой-то, может быть, манго надо иметь. Что-то такое. Хотят забрать и здесь, и там. Всех хотят. Хочется забрать, хочется убить. Ну, вот летит. Летит Вард. Это не манго. Это Вард. Глубоко заходит Ондайнг туда, вот, к таверу вражескому. Ну, может быть, тогда нахарасить его просто с руки. Нет, пока Вивер не... Ну, не то, чтобы не палится. Он просто занят убийством хрипов. Ондайнг пускает трупные яды. Огр прятится. Интересно, видит его Ондайнг или нет. Так, ну, сейчас точно увидел. Проел. Он говорит, не бьет. Не бьет. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас Плазмофилд. Здесь у нас тычка с руки. Пока что седьмой левел Разор и Драгонайт такой же левел. В принципе, по левелам у нас что? У нас три седьмых. Вивер еще седьмой. Масса шестых. Три с шестыхли на пятый. И потом остальные четвертого левела. Ну, в целом, опять-таки, у Скудерии получше сейчас идут дела, чем у Фантуанов. Ну, то есть чуть-чуть, чуть-чуть лучше. Но, опять же, это может сказаться потом в будущем. Спирит, сможет ли Япин затащить? Вопрос. Ну, на прошлой карте ничего не получилось. Сейчас вот у него имеется реминантик. Можно, если что, будет спастись. Потому что тут уже приехали. Ну, едут пока. Еще не приехали, но едут, едут, едут. Там будет какой-то момент четыре персонажа команды. Скудерия. Вот они заманивают на себя Япица. Ну, любой дизейбл, если до него достанет, это труп. Реминанты, не реминанты. Это все. Вот Сноубол надо давать. Так, Сноубол. Полетел на реминанта и минус Япиц. Еще один реминант. Стан мимо. Ой-ой-ой, не минус, не Япиц. Хорошо. Еще и двоих там связал. Вот это я сразу же похоронил. А он-то знал, что делает. Молодец. Все-таки у парня скилл остался. Я был абсолютно неправ. Ну, и вот теперь ответочка противника. Ответочка противника. Так, 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 так. Наусука настреливает сразу же Стан. Сейчас будет Стан от Лины по таймингу. Хорошо. Шарды туда же в Жулая. Все, полетел. А Джулая не рассчитал. Хотя его в Эмбрейс бросают. Забрали пока что Драгонайта. За Линой погоня. Лину сейчас будут сжигать. Прилетел сюда. Так, Лина Стан под себя дала. Лина погибла. Минус 2. В итоге Огр, возможно, тоже Сноубол. Вкатывается в кого? В Бэтрайдера, который на хосте. А Бэтрайдер погиб... Ну, погибает, да. Бэтрайдер погоня за Дидером. Дидер ползет. И вот ДиКью пытается убить. Но нет, там Колд Эмбрейс. Минус 4. Уже остается здесь ДиКью, который может, там, если что, на таймлапсе уйти. И, скорее всего, на таймлапсе он и уйдет. Ах, связали его и уходит. Он Япец. Что же ты делаешь? Япец моей мечты. Ну, минус 5. 5 в 2. Тысяча шутмонет зарабатывает. Разор много заработал. Все, кто заработали, больше 500 заработали. Вивер, несмотря на то, что последний пришел в сражение, выдал больше всего урона. Ну, потому что много дизейблов ушло в пустоту. Япец это все просто заэвейдил. Там не хватило буквально чуть-чуть. То есть был Сноубол. Он попал таки в Спирита. А Стан или кто-то, ну, какой-то другой Стан, контроляющий спелл, он в Япеца уже не достал. Кто-то ушел на второго реминанта. Как-то так это все произошло. Весьма и весьма. Ну, а вы знаете, ну, такими темпами можно счеты сравнять в серии. Хы-хы-хы-хы. Так, а тут какая-то погоня за DDR. DDR где Embrace? Ну, там жучочек к нему присосался. Жучочек, ну, не дала Embrace. Почему-то посчитала, что не поможет. Видимо, не помогло таким. Их добивает QD вместе с Ронгом. Нет, пока не добивает. Ну, есть фортификация, да, 5 секунд еще поживут Тавер. И потом еще какое-то время, пока Бутов разбирать, Огр может потанковать. И главное, 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 чтобы герою достался Тавер. Тавер так и получается. Видимо, Линку Вивер соберет. Ну, это логично. По сути, Вивер такой персонаж, как и в некоторой степени Томплор Ассасин. То есть за счет скиллов, за счет своей мобильности живут. Ну, вот этой вот невидимости, таймлапсовости. Может наказывать, может как-то играться, развлекаться. И первый артефакт на урон не обязателен. Так, Лина заходит. Лина, 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 Лина. Нашла стан. И стан, ну, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Теперь надо разбегаться. ТП вынудили прожать спирит. Тамбу поставили. Погонятся, возможно, за Линой. Ну, потому что этого персонажа вообще смысла нет ловить. Пока что. Бэтрайдер с Баленком. Бэтрайдер с Баленком. Да, хорошо. 11 минута, в принципе, довольно быстрый блинк у него получился. Ну, не на восьмой минуте, но, возможно, на восьмой минуте он и не нужен был ему. Тут как бы самое главное, чтобы… Ну, то есть, если ты получаешь блинк там на третьей минуте, да, и шестой левел, у тебя команда вся там из вторых левелов состоит или первых, то блинк ты реализовать, ну, никак все равно не сможешь. В невидимости Япиц бегает. Мог бы напасть был, будь тут один саппорт, но здесь два. Здесь два саппорта, и на двоих уже его сил, возможно, не хватит, учитывая, что там есть Огур, у которого мгновенный стан. Ну, как мгновенный, есть кастпоинт, но стан — это не прожектель, от которого можно увернуться. Это просто-напросто стан, который тыщ, и ты оглуешь его. Ну, как, типа, у Драгонайта. У Драгонайта скиллы, как и у Виномансера, и у некоторых других героев тоже мгновенно прожимаются без кастпоинта. Так, а здесь ультимейт, а вот он таймлапс, а вот он таймлапс. Ну, там, похоже, 50 хп оставалось у Вивера, он там отчаянно нажимал вот эту кнопочку ультимативной способности, и она сработала. Так, стан, и еще один стан. Где лагуна? Вот лагуна. И он там еще сверху Огур контрольный запускал. И забрали, забрали. Неразора Драгонайту достается фраг. И Тавр, я так понимаю, тоже достанется Драгонайту. Самое главное, чтобы здесь вот Бетрайдер убежал отсюда, иначе будет Бобо. Ну да, на блинке уходит там на линию крипов. Однако сверху там QD уже занял позицию. Ну, бессмысленно защищать этот Тавр, лучше пофармить. Лучше пофармить. Что касается фарма, то вот такие у нас показатели. На 12-й, на 13-й минуте 55,5, 55,92, 52,28. Ну, по 5 тысяч есть у четырех. Несмотря на свою неплохую игру, на спирити все равно пока что у Япица нет еще 5 тысяч. Ну, 5, грубо говоря, есть, но чуть поменьше, чем у Виверочка. По графикам, друзья, тоже давайте сразу посмотрим. Ну, графики повествуют нам о преимуществе в экспириенсе FT, но вот по голде они чуть-чуть проигрывают. Чуть-чуть. Делаем ТП. Окей. Как волчок заведенный бегает сейчас имбаспирит по кругу, не знает, что ему делать. Ну, видимо, знает, и это знание рассказывает ему, что надо ждать крипов. Надо ждать крипов и просто фармить. Ну, а парни наши пусть там обходят врагов, пусть заходят за шиворотом, забрасывают скиллы вот сюда вот так вот. Но ничего этого не происходит. А, вот все-таки происходит. Бэтрайдер летит. Зацепил. Кого? Зацепил. Ну, самого толстого зацепил. Нормально. Тамбу поставили. Лина, давай, стан куда-то. Драгонайт. Ой, драгонайт это убили. Хорошо. И ультимейт по ронгу. Еще и там бочечка сработала. Кстати, хорошо. Очень даже хорошо. QD прилетел. И я слышу, что имба спирит. Он развлекается, похоже, с Линой. Лагуна ушла полностью в броню у спирита, во флейм гвард. И в итоге минус 3 и минус тавер. Ну, что ж, неплохо. Неплохо. Я подозреваю, да, даже больше 1000 заработали. Ну, никто из персонажей, на которых напали, не смог демиджа внести вообще. Лина, вот лагуной сколько она внесла? Давайте посмотрим. Вот тут даже не видно, сколько она внесла. Она ничего не внесла лагуной. Ну, может быть, там 15-20 урона. Флейм гвард, конечно, все поглотил. Ну, а вот кто сильнее, вивер или спирит, это вот вопрос. Пока что они равны, но до конца решили вот так вот идти друг против друга. И вивер чуть подсдался. Все-таки щиточек, ну, сжется. Щиточек сжется, слишком близко вивер стоял и получал, получал, получал огнем. Ну, вот теперь спирит сравнялся с топовыми нетворсерами и даже, возможно, уго, не даст. Сейчас рискует, рискует Разор погибнуть. Так, смок спал. Регонайт понял, но Разор, похоже, его не видел. Заходит на Рошана. Постыд здесь какое-то время. Подождет. Ну, да, нужно БКБ, тогда можно будет себя чувствовать в большей безопасности. Ну, так можно сказать абсолютно по-другому, про любого персонажа. Хотя есть парочка скиллов, которые игнорируют БКБ. Вот эти самые герои, летуны. Они плюют на этот артефакт и свои дизейблы дают. Так, ну вот опять, опять собрались. Пока что не получаются вот такие тимфайты откровенные, открытые. Может быть, тогда и не стоит их делать. Может быть, стоит дальше фармить и делать какие-то ганги. Возможно, в два, в три персонажа. А в четвером мы втроем под товарами не собираться. То есть или гангать неожиданно, там, в смаке выйти, пойти, зайти по трое, по двое. Или просто фармить. Ну, раз пока не идет, раз пока не могут. Пока что игра идет на скиллах. То есть артефактов мало пока у одной и второй команды. Ну, а если они и есть, то они начального уровня. И пока что не хватает их, чтобы, там, втанковывать, дэмэдж держать героев, там, агро их. И, соответственно, надо бы, может быть, пофармить еще чуть-чуть. Никого не убил из крипов или все-таки одного добил, там, например. Ну, сейчас готовится влетать. In July. И... Ну, там Ленка. Успеет ли его убить? Успеет ли убить? Не успевает. Ленка сразу же 2ТП. Парни разбегаются. Огр побежал. Лина, 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 Лина. Там три реминанта влетело. И не хватает реминантов Япицу, чтобы еще куда-то дальше их бросать. Ну, Япица уже забросили. И в итоге за двумя зайцами погнались. И ни одного не словили. Но тут, видите, тоже нехватка дэмэджа. То есть уже второй раз Вивер уходит на таймлапсе. Если в прошлый раз его там, по-моему, втроем били, и у него 50 хп оставалось, то в этот раз его били вдвоем. И там, в принципе, это хп 150, мне так показалось, на вскидочку осталось. Лина воюет зомби. Ну, тут как бы у зомби нельзя выиграть. Зомби победить нельзя. Жуки, 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 жуки. ТП аут. ТП аут. Так. Это уже не Япиц. Это уже ЗСМДжей. Это Разор. Пытаются команды пробить брешь в обороне одна-другой. Но пока слабо получается. Какое-то последнее время у нас без фрагов. И усиливаются по чуть-чуть, по чуть-чуть. Усиляются. Возможно, Рошан как-то заиграет здесь. Как можно было промахнуться? Непонятно. Ага, вардицы поставили. Сразу же таймлапс. Ультимейт. Теперь после таймлапса. Должен спасать сейчас. Сноубол. Где сноубол? Где сноубол? Таск. Поздно. Поздно. И сейчас Таск тоже убьют. Сразу надо было? Сразу. Даблкил в итоге Япиц. Ну, смотрите. Вот уже парочка артефактов новых появилась. Ну, вы знаете, эта игра абсолютно противоположная с той, потому что если в той как-то Скудерия выглядела собранная, выглядела команда, они ходили, ну, такое ощущение было, не очень красивый дракон тут какой-то такой, ну, это уже на совести художников. Так вот, если они выглядели как команда, которая способна сражаться и какую-то имеет мысль, они там контролировали все, что происходит на карте, приходили, там, навязывали сражение, дрались, разменивались, причем постоянно в плюс для себя, то сейчас как-то все совершенно по-другому. Они вроде как вначале пытались в том же самом ключе играть, но их несколько раз побили и сейчас играют на контр-врывах таких парней. Постоянно пытаются искать вивера, постоянно его находят, но он как бы особо и не стесняется, он уповает на свою, на свою бессмертие или за счет таймлапса, но вот один раз это его подвело. Ну, может быть, и тускар в какой-то степени подвел, потому что таск не за сноуболил. Вот там вивер, по-моему, рановато дал таймлапс и просветку себя не снял, то есть уже просветили его после таймлапса и видели. Ну, короче, он бы там, наверное, все равно погиб, но, может быть, и пожил какое-то время. Так, я пистопаут. БФчик собрал себе на 20-й минуте и возвращается на линии. Очень кстати, очень кстати. А тут атака, а тут атака, все разбегаются в разные стороны. Уцук принимает форму, в него ультимейт. Пару персонажей все-таки его убьют и пока все разваливают. Так, БКБ у Драгонайта. Ей стан, по-моему, Инжулай. Инжулай пытается зафуксить, но там Тамба стоит. Очень все замедлены. Лина уже погибла. Огр тоже отправляется в таверну за ней. БКБ сейчас закончится на Усуке, но хотя ябится, пытается пробивать. Пробивает, ябится. И вот он, вот он колдембрейс. Минус уже три саппорта и все в разные стороны разбегаются. Так, просветка. Можно бежать дальше. Ну, сейчас как-то далеко-далеко-далеко убежит. Потом таймлапсница и тут-то вы его... Оп, все. И бежать назад, да. Ну, стандартный такой вивер. Давайте посмотрим итог боя. 1200 зарабатывает. Урона внесли одинаковое количество, но, как видите, даже больше Скудерия внесла. Но этого недостаточно, чтобы хоть кого-то было убить. Распределили грамотно урон между всеми своими героями и никого не потеряли. Ну, и сейчас минус Драгонайт будет, если он срочно не уйдет отсюда. Так, 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 так. И вот видят ябится. Ябится, типа, давай драться. Но он не знает, что там Драгонайт на подходе. Или знает. Или знает. Лина, стан, дает, стан. Как-то все, короче, мимо пошло. Ну, а тут погоня за кем-то, за Сноуболом. Ну, и Сноубола высасывает дэмэдж. Кричит. Разворчик, не бейте его. Дайте дэмэджи поднасосать. Ну, хотя там и так нормально. Дамаги 210. Все, все окей. Все окей. Теперь будем забивать Тавер. Какие-то две абсолютно противоположности мы увидели. Ну, хотя, еще раз скажу, что Скудерия пыталась в том же ключе играть. Но на этот раз их волны бились о борт корабля. И корабль они просто лишь слегка раскачивали. Но не могли перевернуть. Ну, время еще есть, конечно. Время возможности. Преимущество серьезное. Уже 36 тысяч на 27. Практически 10 тысяч разница. Без тысячи ровно 9 тысяч тогда получается. И по экспириенсу 41 на 30. То есть больше 10-11 примерно тысяч. Ну, вот этого, наверное, не хватало. Блинка. Блинка немножко не хватало. Все-таки Драгонату так и не стакали ничего. По итогу у него 1, 2, 3 крипа. И NetWars где-то в середине турнирной таблицы. Ну, если можно назвать вот эту таблицу ценностей турнирной. Давайте еще бежим драться. Но нет вивера. Нет вивера и нет спирита. Может быть. Ну, спирит опять-таки это очень мобильный персонаж. Учитывая, что у него есть тревела, он через 3 секунды может оказаться практически в любой части карты. Благо, если там есть крипы. Ну, вот он уже оказался вместе со своими тиммейтами. В итоге они хотят зайти на Рошана. Ну, возможно, это шанс. В Рошпите не просто драться. Но нет, они не хотят заходить на Рошана. Они хотят проверить, есть ли там оппонент. А оппонент прячется в лесах чужих. Так, там сам на себя вивер Пингут говорит, что что-то, мне кажется, сейчас за мной приедут. Ну, ему правильно кажется. Как только ты находишься там 10-15 секунд на карте сам какое-то продолжительное время, сразу же ты становишься лакомым кусочком, лакомой целью, заветным кольцом для этих пятерых парней, против которых ты играешь. 1300. Ну, виверу теперь нужен какой-то дезоль, МКБ и так далее, и так далее. Теперь нужен дэмэдж. Смотрите, как он лапками мотыляет. Он бежит только задними ногами. Смотрите, задними ногами и вот средними. А передними ничего не делает, да? То есть просто держит их такой на весу. Знаете, вот как, когда ты идешь на велосипеде, у тебя руки устают, и ты, ну, там, просто руки на руль свесил, да? Ты не рулишь, а просто так вот повесил, опёрся и дальше продолжаешь ехать. Вот то же самое, и у вивера что-то такое было. Так, ну, всё-таки плотности... Плотности в Скудере не занимать, однако плотность плотности, но у Огра вот 1000 хп. Вроде как и немало, но на 25-й минуте уже хотелось бы и побольше чего-то иметь, да? А здесь у Розора 1300, у Бэтрайдера 1000, у Товарища 1000, у Виверны тоже 1000, у Зомбака тоже 1000. Ну, то есть у всех около 1000 хп. У Розора чуть побольше, у Спирита тоже побольше чуть-чуть, но не готовы пока. Вот правильное решение, то есть вы не можете пока драться, тогда и деритесь. Не стоит драться, пока вы не в состоянии. То есть можно массу придумать способов, чтобы занять себя, чтобы занять противника и не допускать сражений, пока вы не в состоянии их проводить, ну, по вашему мнению, с пользой для себя. Может быть, какой-нибудь тактический фит поможет, там какой-то пойти пару раз саппортов отдать, это уже не страшно, пусть там еще раз погибнут. Только что на Реминанта ушел, пришел, еще раз ушел. Но так, а как-то бы сбить. И вот они сбили. Хорошо, хорошо, надо добить и добивают. Очень сейчас блин зарешал на Усуке и то, что станут становиться чуть более рейнджевым в драгонформе. Хорошо? Тысяча? Тысяча четыреста! Таску ровно тысяча капнуло монеток. Ну, плохо. Плохо, что Таску спустил с небес превзошедшего богов. Ябится. Ну, наверное, про этого парня можно в прямом смысле так сказать. Когда-то он превзошедший, когда-то он сам был богом. У Таска тоже в Даггер, я так понимаю, появляется или ничего не появляется. Ну, наверное, Даггер все-таки так. А там сражение. За Тавр, за Тавр сражаются. Хочет очень добить. Добивает Вивер и будет потихоньку-потихоньку отступать. Практически 16-й левел. Скоро вообще. Ноль маны будет стоить. Там лапс для Вивера. Это прям вообще круто. И яульчик у Бэтрайдера. Интересно. Ну, форс-авто у него есть. Ну, в общем-то, надо как-то действительно сбивать Линку. Ну, Линку лучше сбить форстафом, а не… Не, ну, форстафе лучше уехать тогда, да. Ну, то есть тут зависит от ситуации. Если вам надо уехать, тогда вы будете Линку сбивать Юлом. Если вам надо… Не надо никуда уезжать, просто надо держать, тогда вы будете, конечно же, сбивать форстафом, а потом юлить какого-то товарища, взорвавшегося, которого надо остановить в какой-то момент или, наоборот, засейвить себя, допустим. Ну, или себя от кого-то. Тоже Юла работает в двух направлениях. Пока парень крутится в Юле, вы убегаете, либо пока он крутится, тиммейты ваши подходят и дают по таймингу станы, какие-то там дизейблы. Ну, тут, конечно, Алины нет, чтобы там прям по таймингу что-то давать, но есть зато Виверна, которая может там не успеть добежать. У варды, обратите внимание, вот прям загнали свои варды под вражеские Т3 ТВРА. Вот прям вот так вот стоят. То есть Вижена на карте нет, очень близко к врагам, только Вижен стоит. И, возможно, в какой-то степени это играет против Япица, Диера и компании. Поскольку остальная часть карты для них Тёмный лес. Прямо мы в переносном смысле. Не знают они, где герои находятся и могут спокойно, например, Скудерия в Расском лесу фармить. Что они в лице? Актак, кого зацепили? Зацепили, непонятно. Кого бабоку зацепили? Ультимейт на Усука. Окей, БКБ теперь Драгональд прожимает, принял свою форму. Огры все еще танкуют. Огры много ХП забрали по калину. И Огры надо отступить. Драться не стоит. Сейчас, да, два блинка, реминанты. Но связать не получилось. В откате, может быть, были чины. Так и есть. А делали с малой кровью. Я думаю, с помощью таска его шардов можно будет в какое-то время отбиваться, пока там Вивер попробует Т2 забрать. Он уже это делает. Но нет, в какое-то время не получилось отбиваться. Тавр погиб. Теперь Разор. Вот теперь надо ТП. Это Лина. ТП. Хороший. Хороший в Япица. Там сразу же его подхиляли. Так, Вардус Панч по Разору. Теперь надо Разору фокусить. Прилетел сюда Кьюде. В погоне. Гонится. Все лагает. Ничего не понятно. Так, у нас битва здесь. Инджулай стоит на месте. Лагуна в него влетела. Скорее всего, он уже там, наверное, погиб. Он себя юлет все-таки спасает. Наверное, может быть, от Лагуны. Пока никто не погибает у ФТ. И вот... Нет, никто не погиб. Все просто улетели на ТП. Хах. Хотя Бэтрайдер... Бэтрайдер все еще жив. Там кто-то вернулся. Там Виверна. Один в один. Ну, видите, плотное сражение было. Не все, конечно, мы увидели. Но команды имеют зарядным запасом эскейпов и подхила. И в итоге все выживают. Все выживают. Довольно хилый товарищ Спирит. Если так-то по чесноку. Поэтому без какого-либо сейва его очень сложно будет... Очень сложно будет убить. Ну, точнее, что я говорю. Очень сложно будет ему выжить. Вот помните, когда здесь на него напали? Он ТП сделал. Просто дали в него стан. Там за время стана убили. То же самое может произойти в какой-нибудь другой драке. Но как сейчас типа произошло. Но не произошло. Расставляем ворды и ждем Рошана. Рошан, ну, как бы, что его ждать? Он есть. Он стоит. Он готов принимать гостей. Готов встречать. Драгонайт потихоньку одевается. Может быть, стоит какую-то алибарду попробовать собрать. Урона-то у Спирита довольно немало. ТП-тп-тп-тп-тп-тп. Надо отпушить. Ну, тут надо быть осторожным. Потому что все-таки Бэтрайдер в тебя влететь может в любой момент. Там, Юл, Форстаф и досвидос. И тебя везут уже. Везут к Розору, там, к Спириту. А эти товарищи дэмэджи сейчас вносят немало. Ну, окей, битва начинается за Т3. Там, ба, стоит. Розор подрубает ультимэт. Там слишком много целей. По баракам пока не работает. А может, и работает. Пол ХП уже нет у Розора. Вот это вот плохо. Так, есть. Танна Розора синициировали. БКБ прожимает Усук. Его зацепили и будут везти. Вивера убили. Это плохо. Вивер должен байбэк делать и возвращаться в таймлапсе сюда же в сражение или нет. Ну, просто заходить. Розор каким-то чудом долго очень жил, но уже погибает. Все четыре байбэка. Что вы делаете? Япец зафокусить. Ничегошеньки себе. Япец просветили. На всякий пожарный случай сбивает. Но он подхиленный стан. Стоит в арлус патч. Япец уходит. На реминанта не уходит. Гема отдает. Пять байбэков потратили, чтобы отбиться. Но они сделали, по сути, минус четыре. Но... Как бы и сами-то погибли, да? Получается. То есть они в пятером погибли и сделали пять байбэков. Пожалуйста. Пять байбэков. Пять байбэков. Вивер на единственной выжившей. Получила за всех 800 голды. Но сразу же Рошана можно забрать. Восемь тысяч урона в итоге было внесено. Пять байбэков. Пять байбэков. Таких не часто встретишь, чтобы вообще пять байбэков было. Вивер благодаря байбэку внес четыре тысячи урона. Окей. Ну а теперь там есть аегис. Вот в чем проблема. То есть, да, денег за файт, по сути, не получили с Кудерио, но у них теперь аегис. И как это изменить сражение? Если оно будет, то есть, по сути, учитывая, что байбэков у противника нет, ну ты точно знаешь, что их нет, потому что пять байбэков. О, зомби саганима. У-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Ну тогда можно просто идти и драться. Вот ставишь тамбу, где-то здесь вот в уголочке. В этой части такой аккуратненькую. И вперед. Добивать бараки и какие-то другие стороны. Или не спешить. Ну там, смотри, сейчас МКБ появится. Не, наверное, МКБ не надо. Просто еще один Тайдалл, скорее всего. Да, может, Трапиру, Япельс настолько жесткий. Но его крайне мало убивали на этой карте. Последний раз только что ценой байбэков. И в предыдущий раз было там, опять же, вот в этом месте, когда его одного нашли и через там Драгонайта забрали. Нашел его QD как раз. Которого 2 600. Ну ему бы тоже как-то в урон уйти. Ему бы тоже какой-то Дайдалл собрать, что-то такое. Потому что пока маловато. Несмотря на то, что джимнета так работает. И работает она каждые 3 секунды. Но этого, этого не хватает. Так, что там? Просветочка. Там есть просветочка. Ну что ж, бежим. Бежим, 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 бежим. Возможно, мы кого-то и найдем. Ну вот очень хорошо было бы найти сейчас Вивера, забрать у него Аегис и так далее, и так далее. Ну рисует план вот такого перехвата. Дескать, мы зайдем на хайграунд, потом взлетим, потом опустимся, потом опять взлетим и кого-то убьем. Ну и так Вивер. Так, почувствовал. Неладная. Так, 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 так. Огр там ускорил. А, Огр тут Виверочек грызет. Потому что у него ульта 0. Минус Огр. Ох, какой там удар-то был! Крид сработал. Минус Вивер сразу же. Мгновенно буквально Лагуну прописали в Бэтрайдера. Бэтрайдера избивают. Нет, он там выживает. Вивер погиб еще один раз. Неужели это переворочище? За Усуком погнали. Слина просто отбрасывается скиллами. Очень сложно будет их как-то выжить. Один в три размен. Ну, то есть четыре суча Томаеги, Саи Усук привязан. Усук убит. Не совсем я понял, зачем там решили драться. Байбэков, кстати, нет. Заметьте, 70 секунд ни одного, ни второго не будет мейн-персонажа. И... Ну, линия, линия слишком сильно пропушена. Нужны крипы. Быстро перемещается спирит на другой лайн. Пока вот здесь вот Разор наводит марафет. Но я боюсь, что уже будут герои к тому. Ну, можно попробовать сквозь бэкдор протекцию пробиться. Можно. Можно попробовать какого-то героя щелкнуть, который здесь загулял, вот как Лина. Можно зайти и хотя бы развести на фортификацию. То есть начать бить какую-то там казарму. Надеяться. Ну, крипы уже подошли, кстати. Ещё не будет полминуты. За полминуты можно снести эти бараки, сравнять с землёй и дальше пойти. Так, ну... Ну, нельзя на героев обращать внимание. Или обращать. Я думал, будут бить бараки. Так вот Виверни очень досталась крепко. Но в итоге все, кто только что были живы, они уже мертвы. Прям уже мертвы, да. Всё-таки это МКБ. Ну, это GG, друзья. Что ж, Япиц показал свой характер. Видимо, первая карта была неудачная в плане драфта. Сейчас же всё как-то неплохо. Ну, вот теперь у нас готовы эти парни, а те трое сидят в таверне. Сейчас мы этих отправим, мы так по очереди водим. Кто на новенького? Жиг-жиг. У нас и готовенького. Фортификация. Блэйдмейл. У ЗМБК, кстати, не стоит забывать, у него-то Аганим. Он-то по 10 сил и получает. По 190 хп. А вы по 190 хп теряете. Но Скудери надо сдаваться. Тут уже можно признать поражение. Ничего не получится. Ничегошеньки. Или думать получится. Два блинка. Два блинка. Может быть, думал, что всё-таки какую-то алибарду соберёт Драгонайт. Но я не уверен, что так именно рассчитывал. Я, поэтому собрал МКБ Разор с рефрешером. Слушайте, ну там артефакты. Да там даже по Нетворту. Смотрите, 22 тысячи. 17 тысяч. 13-12 тысяч. У ВВЕРН тоже 6 тысяч, как у ТАСКа. Графики уж в космос уходят. Направляется на Марс. На одежде обнаружить там всё-таки жизнь и разумные существа. Но вот оно, разумное существо QD, которого привязали. Линка не работает. Вот сейчас работает. А что было потрачено в линку? EU был потрачен. Гем. ЗСМДжевский вернулся. Или это новый гем. Не знаю. Ну, один гем теряли. Да, у Лины гем. Но это EU вроде как гем. Нет, это Диэра гем. Олрайт. Олрайт. Разор. Где рефрешер? Давай подрубай, подрубай. Так вот, Мека сейчас можно... А, ну надо БКБ включить. Да, рефрешер просто так не надо. Сейчас не всё-таки прожимает рефрешер. Везут, тащат Усука. Его разваливают всей командой на части. Минус Усук. А остальные будут отступать, потому что драться-то с этой армадой сложно. Ну, пытаются как-то катить. Но Тавр-то уже потеряли. Дальше Япис пошёл. Привязывает Огра. Огр Стан по таймингу появится. И Лагуна в него влетела. Варлус Панч туда же. Но он уходит на реминанта спасаться. Сноубол за ним. Как далеко. Ой-ой-ой. Всё-таки его убили. Но неважно, потому что там вся команда уже развалилась. Это мега-крепы. Япис даже Байбек не делает. Хотя он у него отсутствует. Ну, а теперь присутствует. Ну, спешить он не будет, я думаю, с Байбеком. Так, там был Панч. Нет, там был Сноубол. Вот Япис прилетел куда-то. Где он? Непонятно. Связывает. Ну, почему-то до конца. Ну, всё-всё. Вот это уже конец, да. ГГ. Это уже конец. Это 4 даже падает. Остался только лишь Штрон. Защитников нет. Волевой Петерной или как-то так Байбек не помог. Не помог. Они тот файт выиграли, но это был единственный файт, который Скудерия выиграла по ходу этой карты. Что же, счёт в серии 1-1. Очень интересно. По-моему, до этого ещё ни разу не было так, чтобы 1-1. Ну, во всяком случае, у меня в играх. Мы с вами уйдём на перерыв, друзья. Далеко не уходите. Мы скоро вернёмся. А если посмотреть...